Окей, всем добрый день. И спасибо за то, что вы присоединились к публичной лекции в честь года космоса. Она будет о нашем ближайшей соседке в Солнечной системе, нашей собственной Луне. Меня зовут Фло Булоу. Я руководитель отдела политики и взаимодействия геологического общества Лондона. У нас для вас сегодня будет викторина. Это лекция, часть нашего цикла о космосе в 2021 году. И в этом году мы направляем наши взоры вверх за пределы Земли, чтобы исследовать ландшафты и горные породы, и процессы на других планетах. Нам предстоит фантастическая программа публичных лекций и конференций в течение года. Так во внутреннем дворе нашего Берлингтонского дома на Пикадилле с 20 августа по 8 октября пройдет бесплатная публичная выставка открыток с космическими пейзажами нашей Солнечной системы. Если вы зачарованы космосом и инопланетными видами, обязательно ее посетите. Итак, на сегодняшней лекции у нас восхитительная доктор Кэти Джо из университета Манчестера. Кэти возьмет нас в путешествие по истории и геологии нашей ближайшей соседки, нашей Луне. Если у вас возникнут какие-либо вопросы к Кэти, мы зададим их в конце выступления. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в зуме или в чате на канале YouTube, в зависимости от того, откуда вы смотрите. Мы соберем вопросы обобщим и зададим их Кэти в конце ее выступления. Во время выступления мы также будем проводить интерактивные опросы. Но они будут доступны только тем, кто смотрит нас в зуме. Итак, без лишних слов я передаю слово Кэти, которая отправит нас в это увлекательное путешествие. Спасибо, Кэти. Большое спасибо за то, что пригласили меня. И вы знаете, я прошу прощения за то, что не смогла сделать это лично. Но в некотором смысле это приятно, потому что я могу разговаривать со многими людьми со всей страны. Надеюсь мой интернет будет исправно работать. И я приглашаю вас в увлекательном путешествии по тому, как мы исследуем Луну, как нашего геологического соседа. Что мы должны осознать, что это сложное геологическое тело. И я дам вам общий обзор того, где мы сейчас находимся в нашем понимании Луны. И надеюсь вы уйдете с лекции с пониманием того, что нам еще предстоит узнать о Луне. Хотя люди уже там побывали, но они еще не все сделали. И есть несколько очень веских причин, по которым нам нужно вернуться и продолжить исследование, как с помощью космических аппаратов-роботов, так и с помощью людей. Итак, чтобы начать, мы проведем небольшой опрос. Мы этим часто занимаемся в университете, и сейчас мы как бы пытаемся вовлечь вас в нашу тему. Итак, первый вопрос, который я задам аудитории, сколько людей, по вашему мнению, побывали в университете. Как вы думаете, на Луну отправились два человека, шесть человек, двенадцать человек, двадцать человек, или сто человек. Вот варианты ответов. Ждем результатов. Итак, правильный ответ, двенадцать человек. Молодцы. Около 57 процентов людей ответило правильно. Итак, на Луне побывало двенадцать человек. Теперь выйдем из голосования. И я перейду к следующему слайду. Следующий вопрос, который является нашим вторым опросом. В каком году люди ходили по Луне в последний раз? Сейчас слово активировало следующий опрос. Итак, когда в последний раз люди посещали Луну. Вот возможные ответы 1972 год, 1980 год, 1990 год, 2000 год. И еще есть возможность для своего ответа. Как вы думаете, есть ли сейчас люди живущие и работающие на Луне? Да, мы получаем довольно много голосов. А сейчас проголосовало около ста пяти человек. Прошло около десяти секунд. Сейчас высветим свой ответ. Ладно, еще пару секунд. Ответ, последний раз, когда люди ходили по Луне, был 1972 год. Хоть вокруг космоса много популярной культуры, которая производит впечатление, что космонавты все время летают в космос. Но космонавты летают лишь на международную космическую станцию, которая находится на низкой околоземной орбите. В последний раз мы садились на Луну на Аполлоне 17 в 1972 году. И до сих пор люди еще туда не возвращались. И я вернусь к этому к концу доклада. И расскажу о наших планах вернуться. Потому что я очень надеюсь, что в ближайшие пять-десять лет люди все-таки вернутся на Луну. Так почему же человечество так озабочено вопросом Луны, помимо того как доставить до пункта назначения людей? Причина в том, что она невероятно важна с научной точки зрения. Во-первых, она очень древняя. Ей четыре с половиной миллиарда лет. И она ровесник Земли. И Луна находится всего в трех днях полета для пилотируемой миссии. И немного медленнее или быстрее, в зависимости от скорости космического корабля, для автоматической миссии. Так что она довольно доступна. И мы можем использовать Луну для понимания общих планетарных процессов. Нас также интересуют четыре планеты Меркурий и Венера и сама Земля и Марс. По этим телам мы судим о геологической эволюции нашего земного тела. А еще на древней поверхности Луны запечатлены данные о внутренней среде Солнечной системы за последние четыре с половиной миллиарда лет. А эти записи в основном стерты на геологически более сложных телах, таких как Венера, Земля и Марс. Потому что на них был поздний активный вулканизм. А в случае с Землей, поработала более поздняя тектоника плит и речная активность, которые затерли все шрамы тех ранних процессов. Кроме того, саму Луну не следует рассматривать как отдельное тело. Это часть системы Земля-Луна. И у нее общая история с Землей. Поэтому любой вопрос, заданный нашей соседке в ночном небе, оглянувшись мы можем задать и нашей Земле. Так как это неразрывная система. И неправильно думать о Луне только в отдельном контексте. Вот Луна в левой части экрана. Это видимая сторона Луны. А в правой части экрана у нас показана обратная сторона Луны. Ближняя сторона Луны, это лицевая часть Луны, которую мы видим все время. Поскольку эта сторона все время обращена к Земле. Иногда она затемняется. Иногда мы видим ее полностью освещенной, в зависимости от положения ее на орбите вокруг Земли и Солнца. Таким образом, у нас не обязательно есть темная сторона, и светлая сторона. Но у нас всегда есть ближняя видимая сторона и противоположная обратная сторона. Здесь показано место на Луне, откуда привезены образцы лунных пород. Это место посадок пилотируемых миссий серии Аполлон. И место посадок советских автоматических станций серии Луна. И есть совсем недавняя китайская миссия Чанэ-5. И все эти миссии, вернули на Землю образцы лунных пород. И поэтому в наших лабораториях, на сегодняшний день мы можем изучать образцы только видимой стороны Луны. До сих пор мы не отправляли аппараты для возврата образцов с обратной стороны Луны. И что поразительно существует реальная разница в морфологии лунной поверхности и ее цвета. У нас есть темные области, которые называют базальтовыми морями. Морями их назвали еще древние астрономы. С тех пор море закрепились в номенклатуре. Но на самом деле это огромные лавовые поля. Вот почему они темные. У них низкая альбедо, потому что они состоят из основных пород, таких же, какие здесь на Земле изливают вулканы. А также есть светлые области Луны, известные как материк. И на обратной стороне Луны преобладает именно этот тип пород. Мы еще вернемся к этим типам чуть позже. Также к основным географическим формам Луны относятся ударные кратеры, характерные круглые формы. Здесь показано красными стрелками. И есть более крупные круглые структуры, которые представляют собой ударные бассейны. Это большие шрамы от столкновений астероидов и комет, происходивших в истории Луны. Одни бассейны были заполнены морскими базальтами, например, море дождей. Другие до сих пор остаются обнаженными. В нетронутом состоянии после столкновения. У нас есть также полюсы на Луне. Но они не похожи на ледяные шапки, какие мы видим на Марсе или на Земле. Хотя они содержат летучие вещества. И мы думаем, что ледяное вещество запрятано в некоторых темных кратерах на полюсах Луны, в которые никогда не попадает солнечный свет. И это действительно интересно с научной точки зрения и важно для исследований. И эти места мы очень хотели бы посетить в ближайшем будущем на Луне. Итак, так как же изучать геологию Луны, если очень трудно добраться туда и провести прямые полевые работы. Что ж, мы должны испробовать разные всевозможные способы. И это схема показывает исследование Солнечной системы, начиная с первых миссий, которые были запущены в конце 1950-х годов, до конца 2000-х годов. Вот схематическое изображение Земли. И видно, что разные миссии направлялись к Венере, Марсу, внешним частям Солнечной системы. Но как вы можете видеть, что Луна, безусловно, является наиболее интенсивно исследуемым телом? Космические державы часто использовали ее как испытательный полигон для тестирования технологий для последующих исследований за пределами земной орбиты. А также чтобы доказать, что они могут сделать самостоятельные шаги к освоению Солнечной системы. Итак, космические исследования Луны начались с 1959 года, когда мы впервые получили первое изображение обратной стороны Луны. Вот та часть Луны, которую мы никогда не видели до этого. Советская станция Луна-3 пролетела мимо и отправила фотографии обратной стороны Луны на Землю. И она впервые показала, насколько обратная сторона выглядела иначе, чем видимая. Эта фотография стала действительно большим сюрпризом и довольно неожиданным открытием. В то время к первым исследованиям Луны подтолкнула острая космическая гонка между США и Советским Союзом. И целью этой гонки было своего рода доминирование своего флага на арене исследований. Это была попытка показать, чья нация могущественнее. Однако в этой гонке родилось многое из того, что позволило нам запускать свои объекты на Луну. И это позволило сделать очень много хороших научных исследований. Итак, США и СССР проложили туда путь. Были отправлены картографические миссии, а также миссии для твердой и мягкой посадки. Многие аппараты просто разбились о Луную поверхность. Но перед разрушением они успевали фотографировать по пути поверхность. А другие автоматы совершали мягкие посадки, такие как сервейер, который показан здесь внизу в левом углу экрана. У них были приборы для измерения химического состава поверхности Луны и фотографирования поверхности Луны. Их целью было ответить на такие вопросы, как, могла ли очень пыльная поверхность тела удержать вес более крупных посадочных устройств с людьми на борту. Русские также проводили подобные миссии, включая серию луноходов. И русские были первыми, кто посадил на поверхность Луны две автоматические передвижные машины. Таким образом, луноходы в 1969 и 1973 годах проехали многие десятки километров, измеряя химический состав поверхности в районах мест посадок, фотографируя поверхность. Фотографии делались хитрым панорамным устройством, и панорамы состоят из тонких линий сканирования. Сейчас это похоже на стимпанк, но для своего времени это было неслыханным прогрессом в исследованиях. И впервые были получены изображения многих различных мест на поверхности Луны с хорошим разрешением. И что существенно русским также с помощью трех посадочных автоматов удалось привести лунный грунт на Землю. Это были советские миссии по возврату лунных образцов. С восточного лимба Луны в районе морей кризисов и изобилия и материковой области между ними. Каждая станция пробуривала скважину примерно на 30-40 сантиметров, извлекая лунный материал с помощью центробежной трубы. Вот фотокапсулы с образцом грунта, обернутые гибкой системой отбора керна. И они привезли около 300 граммов лунного вещества. И этот грунт стал доступен ученым на Земле для исследований в лабораториях с использованием аналитических методов. И это уникальные образцы, над которыми все еще продолжается работа. Несмотря на то, что этими миссиями привезено не так много вещества, мы очень многое узнали о геологии этого района Луны. У нас также были миссии Аполлон. Мы потратим немного времени на их обсуждение, не только потому что это невероятный исследовательский подвиг, но и потому что ими был получен огромный научный массив знаний. Программа Аполлон проводилась 60 харджон мус по 70 ярдок мазгоды. Она включала испытательные миссии без экипажа. Проводились также тестовые миссии, чтобы проверить технологию возможности посадки на Луну. И наконец, в июле 1969 года пилотируемая миссия Аполлон-11 совершила посадку. Помимо всех совершенных миссий, предполагались еще две-три миссии, но программу отменили. Но одна из ракет этих миссий была перепрофилирована под миссию Skylab. И две других вы можете увидеть и в настоящее время. Одна находится в космическом центре Кеннеди во Флориде. А другая в космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Там сейчас музей, которые можно посетить. И вы можете увидеть действительно громадные ракеты с очень мизерным жилым отсеком на верхушке каждой ракеты. Однако это было верхом того, что человечество достигло. И в результате, 12 человеческих существ побывало на поверхности Луны. И они исследовали шесть районов посадки. И все вместе Аполлона вернули на Землю 382 килограмма лунных пород. Они также провели серию геофизических экспериментов на поверхности Луны. Астронавты установили как активные, так и пассивные сейсмометры. Они провели измерения теплового потока, чтобы понять, сколько тепла передается через современные недры и кору Луны. Астронавты провели работы на поверхности по изучению химического состава и разнообразия пород лунной поверхности. А также эти работы проводились еще и с орбиты. Так что, это было не просто установка флага. Эти миссии были реально очень тщательно спланированные научные предприятия. Буквально в подсобке миссий сидели ученые и геологи. И во время последней миссии, миссии Аполлон-17, исследовавшей долину Таурус-Литтов, даже участвовал ученый-астронавт, геолог Харрисон Шмидт. Я упомянула лишь некоторые из этих экспериментов, чтобы дать вам представление о том, что мы узнали. Предпринятое картографирование, которое велось с орбиты из служебного модуля космического корабля, показало насколько Луна разнообразна по геохимии. Она не сложена только одним типом пород. Разные ландшафты имеют различия по химии. Также были установлены риторефлекторы на лунной поверхности. И эксперименты с ними до сих пор проводятся в США с помощью лазерного луча. Почти каждый день запускается лазерный луч в эти места со светоотражателями, чтобы измерить колебания Луны на ее орбите. С его помощью мы можем определить, насколько смещается Луна, и измерить воздействие гравитационной постоянной, чтобы уточнить нашу фундаментальную физику. Здесь показано расположение различных лунных светоотражателей. Я хочу упомянуть про сейсмометры. Пассивные сейсмометры работали на Луне в течение примерно 8 лет после миссии Аполлона, обнаруживая внутренние лунотрясения, чтобы по этим данным можно было судить о внутренней структуре Луны. И определить мощность коры и внутреннее строение. Также чтобы понять структуру лунной коры у поверхности, производились удары искусственными космическими объектами. Вот фото одной из таких сейсмометрических станций, установленной во время одной из Аполлоновских миссий. А это фотография одного из активных сейсмометрических комплексов. После того как астронавты покинули Луну, устройство выпустило заряды, которые затем были зафиксированы сейсмометром, для того чтобы понять неоднородности внутреннего строения в районе посадки. В этой части Луны была определена мощность реголита, и нижележащая структура коры в этой части Луны. И здесь сфотографирован лунный геолог за работой со специальным устройством для сбора образцов. Оно похоже на совок для отбора льда. Существовал ряд инструментов, предназначенных для сбора образцов камней разного размера. В нашей коллекции есть каменные образцы размером с пляжный мяч. Все, вплоть до очень мелких обычных частиц грунта, собиралось в отдельные мешки. И это один из видов граблей, которыми вытаскивают частицы из грунта, размером от двух сантиметров в диаметре. А теперь посмотрим, что за районы, которые посетили миссии Аполлон. С увеличением точности прилунения, с каждой последующей миссией районы становились все сложнее. Последние три Аполлоновские миссии, в частности, посетили интересное, очень разнообразное с геологической точки зрения место на Луне. Скоро 50-летие миссии Аполлон-15. И это одно из самых впечатляющих мест, которое посетили астронавты. Здесь находится лавовый канал в бороздах Эдли. Он немного похож на русло реки. Но этот канал был прорезан в подпилающих базальтах горячим высокотемпературным быстротеком. Однако в этом районе порода представлена не только морской лавой, но и материковым веществом. Астронавты посетили горный хребет, который представлял собой возвышающийся материковый край огромного ударного бассейна моря дождей. Таким образом, целью этой миссии было решение таких вопросов, как, какова была вулканическая история Луны. Какова ударная история Луны, была опробована очень большая территория вокруг места посадки. Потому что астронавты задействовали лунный электромобиль, который позволял им легко пересекать местность. Перейдем теперь к миссии Аполлон-16. И это моя любимая миссия на Луну. Потому что это единственная миссия Аполлона, севшая на материк, светлую область Луны. Именно это та часть Луны, которая меня действительно интересует. Вот здесь, где я показываю своей стрелкой место при лунении миссии Аполлон-16. И астронавты подъехали к этой ударной воронке на севере. Это кратер Северный луч. И затем они съездили на юг к южным холмам. И их целью было исследовать материковые породы и породы ударных кратеров. Итак, мы очень много узнали об ударной истории Луны из миссии Аполлон-16. Последней миссией на Луну был Аполлон-17. И вы можете увидеть, как здесь красиво. Вон там спускаются на посадку астронавты. Снимок сделан при отлете от командного модуля лунного посадочного модуля в направлении долины Таур-Слеттов. Мизины этой горной области залиты лавовыми полями. Изверженная лава затекла между двумя горными хребтами на краю ударного бассейна моря Ясности. И у астронавтов в районе посадки была возможность изучать как лавовые поля, так и окружающие материковые горы, чтобы понять условия. воздымания лунной коры. Они также посетили оползень. Оползень вот здесь, он в светлых тонах. Этот оползень, обрушился с южного массива на поверхность района посадки. Астронавты пробурили его породы и собрали несколько образцов керна. И что действительно интересно в этой конкретной миссии, что мы до сих пор изучаем эти образцы. НАСА недавно повторно открыло несколько образцов. Они были собраны астронавтами Аполлона-17 и были заперты в долгий ящик в течение 47 лет в лаборатории. И мы только открываем их прямо сейчас в США. И этот проект по изучению образцов ведется следующим поколением. Мы лично собираемся изучить вопросы именно по этому оползню. И изучить, как была преобразована поверхность района посадки Аполлона-17. Так что эти образцы действительно являются для нас подарком. И мы все еще задаем по ним новые вопросы. Поскольку мы разрабатываем новые технологии для таких посадок. Я подумала, что это действительно хорошая маленькая картинка, которую надо включить в доклад. У нас есть несколько прекрасных снимков районов посадок, сделанных с орбиты в высоком разрешении. Они сделаны текущей миссией луна река Насенсорбота. И у этого спутника есть камера, которая способна видеть лунную поверхность с разрешением до 30 сантиметров. Это означает, что мы можем не только сфотографировать, но и точно определить местоположение космических кораблей программы Аполлон. На снимках можно различить. Такие особенности, как тень от флага. И мы можем видеть, где астронавты передвигались как на роверах, а где пешком по поверхности Луны. И это помогает нам точно определить, где были взяты образцы, и понять их геологический контекст. Теперь поговорим об образцах. Поскольку я работаю аналитиком лунных образцов. Итак, я изучаю минералогию, петрологию, химический состав минералов и возраст образцов различных типов лунных пород. У нас есть множество разновидностей образцов. Есть образцы, которые можно подержать руками. Есть образцы пыльного реголита размером чуть больше миллиметра. Есть отобранные керны, некоторые из которых с глубиной около двух метров. Есть образцы из приповерхностных недр. Но на самом деле ни один из этих образцов не был взят из кореняка. Вы знаете, что геологи в поле пытаются найти коренное обнажение и отобрать образец. Потому что только так мы сможем понять, где конкретно порода образовалась. А однако все эти образцы были взяты из лунного реголита, или слоя лунного грунта, покрывающего всю Луну. И поэтому реально одна из самых больших проблем с образцами Аполлонов и советских лун, в том, что они собраны на поверхности взрыхленной ударами. И мы должны скомбинировать наше понимание лунных образцов с орбитальными данными по составу пород, чтобы понять геологический контекст, чтобы понять, откуда мог прилететь данный обломок. Где эта порода образовалась. Где эти куски были выбиты из коренной породы. И как они были перемешаны и перезахоронены выбросами от других ударов. И надо понять, как перераспределялся материал по вертикали и по горизонтали по Луне. Так что, это невероятно важные образцы. Но у нас до сих пор есть сложность и с пониманием их первоначального источника, и с пониманием, что они могут сказать о лунной коре. Наши исследования лунных образцов продолжаются. У нас есть потрясающий кураторский комплекс. Он находится в США. Вот фотография этой лаборатории в космическом центре НАСА имени Джонсона, в котором хранятся Аполлоновские пробы. Здесь об этих образцах заботятся команды кураторов. И если вы ученый, вы можете подать заявку, что вы хотите поработать над определенным образцом. А потом их к вам отправят. А затем вы сможете проанализировать их в своей лаборатории по всему миру. И действительно, очень круто быть лунным геологом. Иногда вам приходится самому приезжать в эту лабораторию, чтобы взять образец. И вот я и мой коллега Джон. Мы отбираем образцы для нашего аспиранта Сэма Белла. И вы можете отметить, что я до сих пор в полном восторге от лунных пород. Хотя я работаю над ними довольно давно. Итак, когда вы входите туда, вам нужно одеть эти довольно нелепо выглядящие костюмы для чистой комнаты. Потому что, это чрезвычайно контролируемая среда, чтобы избежать привноса грязи и пыли. И все действия с образцами производятся в азотной среде, чтобы быть уверенным, что земная атмосфера не провзаимодействовала с образцами. Недавнее появление китайских космических миссий по возврату грунта является следующим захватывающим шагом пополнения нашей коллекции. Это стремительно развивающаяся китайская лунная программа Чане. Они начали с серии орбитальных миссий. Они давно совершили несколько мягких посадок, две с луноходами, одну с возвратом грунта. Причем Чане-4 совершила посадку с луноходом на обратной стороне Луны. Это первая автоматическая станция, совершившая мягкую посадку с луноходом на обратной стороне Луны в 2019 году. А в 2020 году Чане-5 села в океане бурь на видимой стороне. И здесь, у молодого вулканического пика Рюнкера, было отобрано около 1,7 килограмма лунного грунта и успешно отправлено на землю. И прямо сейчас мои коллеги в Китае изучают эти новые поступившие образцы, раскрывающие вопросы вулканологии видимой стороны Луны. И очень любопытно узнать абсолютный возраст этого базальтового вещества, который по кратерным оценкам самый молодой на Луне. Очень интересно, когда конкретно произошло излияние лавы в этой части Луны. И следующие пару месяцев будут действительно захватывающими с точки зрения того, что мы узнаем из этого нового набора образцов. Я невероятно завидую своим коллегам в Китае, которые ведут эту работу. Я бы лично хотела поработать там, помогая им. И закопаться в этих анализах. Я думаю, что нам осталось немного подождать, чтобы получить доступ к части этого вещества. Вот что мы узнаем по образцам. И перейдем к следующему шагу, немного познакомлю вас с географическим контекстом того, как мы понимаем Луну в контексте планетного тела. Как я уже упоминала ранее, все эти породы были собраны на видимой стороне в преэкваториальных широтах. И у нас нет ничего из полярных областей. И у нас нет вещества с обратной стороны. И именно для этого мы используем данные дистанционного зондирования наших космических миссий, чтобы комплексно изучить большие лунные участки. Было проведено много орбитальных миссий, в ходе которых велась съемка высокого разрешения лунной поверхности. Некоторые из них продолжаются и по сей день. А некоторые вот-вот допустят. И также мы изучаем Луну с помощью наземных телескопов. Например, восхитительный радиотелескоп Аресиба выполнил некоторые действительно важные картографические работы по шероховатости поверхности Луны. Он исследовал признаки присутствия каких-либо ледяных частиц. Итак, что мы поняли с точки зрения географического контекста? Вот Луна в цилиндрической проекции. Видимая сторона находится посередине, а разделенная попалом обратная сторона по краям. Теперь у нас есть изображения с очень высоким разрешением. Из снимков с разрешением около 100 метров на пиксель мы составили глобальную карту Луны. У нас есть изображения, собранные под разными углами освещения, которые дают нам информацию о кратерах и режимах их затенения. И у нас есть вот такие изображения с высоким разрешением, полученные с космического корабля ЛРЭ, на большие территории вплоть до потрясающего разрешения в 30 сантиметров. Где мы даже можем различать отдельные валуны. Мы распознаем оползневые отложения. Мы можем различать участки с вулканическими жерлами. Эта миссия, начавшаяся в 2009 году, полностью перевернула наше понимание поверхности Луны. Мы можем видеть Луну разными способами. Например, с точки зрения топографии. Это карта высот, где красным обозначены горы, а синим низины. И видно, что на видимой стороне эти морские области, эти древние вулканические поля относительно плоские. И они не особо высокие по топографии. У них нет разнообразного рельефа. И у них явно меньше ударных кратеров, преобразующих поверхность космического тела. И сравним с обратной стороной Луны. И вы можете выделить поистине огромные ударные бассейны, такие как ударный бассейн моря Восточного. Этот бассейн прекрасно сохранился в виде концентрической многокольцевой чаши, а не в виде простого кратера с центральным пиком. Насчитывается несколько сохранившихся колец. Но, надеюсь, ваш взгляд также привлекла вот эта область, которая разделена по нижним углам экрана. Это огромный ударный бассейн. Он самый большой в солнечной системе. Его называют бассейн Южный полюс Эйткин. Он в две с половиной тысячи километров в диаметре. И около 12 километров в глубину по сравнению со средней высотой Луны. И это абсолютно критично для представления масштабов столкновения исходного ударника. Мы не знаем, был ли это астероид или комета. Но врезавшись в Луну в ранней истории, он мог пробить лунную кору почти до верхней мантии. И поэтому это невероятно интересное место, куда можно было бы отправить космические миссии, не только для того, чтобы опробовать и определить возраст этого огромного бассейна. Но и также, чтобы добраться до пород нижней коры и, возможно, мантии. И мы сможем определить вариации состава коры не только латерально, но и вертикально. Мы можем составлять множество геологических карт Луны. Но, к сожалению, сейчас наши полевые геологи не имеют возможности бродить везде, где им вздумается. Но мы можем использовать фотографии, чтобы для картографирования изменчивости поверхности. И попытаться разработать хронологию поверхности на основе статистики ударных кратеров. На основе правила, чем больше ударных кратеров на поверхности, тем она старше. И многие исследователи использовали это и закономерность, чтобы попытаться выявить возраст пород. Так на Луне выделены разные геологические подразделения с разным возрастом. И вот одна из самых известных геологических карт, карта Джона Вильгельма. Где он попытался взглянуть глобально на изменчивость поверхности Луны разного возраста. Итак, в этой цветовой схеме красным цветом выделены древние геологические подразделения. Далее выделены более молодые голубые, зеленые, и самые молодые желтые геологические подразделения. И видно, что материки представляют собой самые древние области на Луне. А море в более молодые области. Вы также можете увидеть, что желтые очень молодые кратеры усыпаны по всей поверхности Луны совершенно случайным образом. Наши космические аппараты провели спектральную съемку в разных длинных волн. Также они измеряли гравитационные аномалии. И исследовалась геохимия по всей поверхности тела. И теперь мы можем взглянуть на Луну разными способами. И благодаря объединению всех этих данных мы можем понять ее сложность и разнообразие. Это явно не просто серая однородная поверхность. У нас есть районы с повышенным содержанием радиоактивных элементов. Это изображено в левом нижнем углу. У нас есть области, которые с течением времени в большей или меньшей степени подвергались воздействию космической среды. И это то, что мы называем космическим выветриванием. Это то, что изображено в правом верхнем углу. И так путем объединения всей этой информации со знаниями, полученными при изучении образцов горных пород, мы можем начать проверять некоторые из наших представлений о геологической истории Луны во времени. У нас также есть другой набор данных. Это еще одна активная область моих исследований. И это данные о лунных метеоритах. Итак, лунные метеориты, это кусочки Луны, которые мы можем найти прямо здесь на Земле. Эти фрагменты откололись от поверхности Луны в результате удара очередного астероида или кометы. При этом они приобрели космическую скорость, позволившую им преодолеть гравитацию Луны. И через некоторое непродолжительное время они выпадают на Землю. Например, огненным болидом. И если от них что-нибудь остается при падении, то их можно находить и изучать как образцы горных пород. Первый лунный метеорит был найден в 1979 году. И это показано на гистограмме. Здесь показаны находки лунных метеоритов по годам в сравнении с общей найденной массой. И видно, что массовые находки пошли, начиная с 1990-х. Было определено, что эти метеориты относительно легко находить в основном в жарких пустынях, таких как Оман и Северо-Западная Африка. И количество собранных образцов только увеличивалось и увеличивалось. Это статистика вплоть до прошлого года. Видно, что общая масса за последние два года удвоилась. И сейчас масса лунных метеоритов почти вдвое больше массы всех образцов, собранных миссиями Аполлон. И лунные метеориты действительно важны. Хотя мы точно не знаем, с какой точки Луны они были выбиты. Скорее всего, они представляют породы как с обратной, так и с видимой стороны. И если мы хотим задать критические вопросы такие как, почему обратная сторона отличается от видимой? Почему у них разная химия и разный возраст? Эти вопросы мы можем адресовать, в частности, и к лунным метеоритам. И поэтому они очень ценны, до тех пор, пока у нас не будет специальной миссии с возвратом образцов на обратную сторону Луны. Хорошо объединим весь этот набор данных. Давайте попробуем собрать это вместе, чтобы представить вам наше современное понимание геологической истории Луны. И я должна предупредить о том, что наше суждение все время меняется. Постараюсь дать вам текущую модель. И я уверена, что через пять-десять лет некоторые аспекты этой модели изменятся в той или иной форме. Итак, у нас есть ряд вопросов, среди которых один из основных, о происхождении Луны. Как она образовалась? Что она из себя представляет? Это захваченная планета, прибывшая откуда-то еще? Или она образовалась при Акрице и в то же время, что и Земля? Вот модель, которая, как мы думаем, лучше всего удовлетворяет геохимическим данным. Судя по физическим данным об орбите Луны, вероятно, Луна образовалась в результате гигантского столкновения с самой Землей. Теперь возникают вопросы о деталях этой модели, каков размер был ударника. Было ли это высокоскоростным столкновением? Или это удар с низкой скоростью? Был ли это скользящий удар? Был ли это был лобовой удар? Все эти допущения до сих пор тестируются компьютерным моделированием. И эти компьютерные симуляции становятся все сложнее. И они проверяют большую часть нашего понимания этих различных параметров. Сейчас мы полагаем, что это было относительно уникальным поздним событием в истории Солнечной системы, исходя из фактов. Мы полагаем, что у Луны довольно молодой возраст по сравнению с другими телами в Солнечной системе. Но она все же древняя по отношению ко многим последующим геологическим процессами. Итак, актуальны оба вопроса, на что было похоже столкновение? И сколько лет Луне? Это две очень активные области исследований, в которых мы сейчас пытаемся разобраться. И появилось несколько действительно интересных новых идей того, что произошло после луноформирующего столкновения. Вместо Луны, образующейся только из множества каменистых блоков, предложена модель образования из облака горячего пара. Которая распределила химию и вещество между Землей и Луной. И Луна образовалась из этого химического облака. Это модель, называемая синестия, описывающая тор или бублик горячего пара. Земля оказалась в некой капсуле после формирования Луны. Так что открылось новое поле для исследований. Еще предстоит протестировать, удовлетворяет ли эта модель формирования Луны, известным химическим и изотопным ограничениям. Которые мы уже знаем, изучив аполлоновские образцы лунных горных пород и лунные метеориты. Также после образования, Луна претерпела период дифференциации. При этом формировались небольшое ядро, силикатная мантия, а затем кора. И этот процесс мы называем процессом магматического океана, в результате которого Луна сформировала все эти различные составляющие компоненты. И в течение этого периода времени, она была бы невероятно горячим шаром магмы. При этом шла интенсивная дегазация и огромная потеря сильно летучих элементов, рассеявшихся в космическом вакууме. Так что не исключено возможность какой-то ранней переходной атмосферы. Луна могла потерять много летучих веществ. Газов, таких как вода и другие, умеренно летучие элементы в течение этого периода. И эта фаза океана магмы действительно интересна. Представление о магматических океанах фактически было разработано при изучении аполлоновских образцов. И теперь мы снова применяем это, чтобы понять, как происходило раннее формирование Земли. Но это своего рода сильно упрощенная модель. Мы представили ее в статье и обсуждали пару лет назад. И это модель флотации, согласно которой по мере того, как Луна медленно остывает, начинают кристаллизовать минералы в океане магмы, как это происходит в потоке лавы или эквиваленте магмы. При этом разные типы минералов ведут себя по-разному. Потому что у них разная плотность. Так что некоторые из них были плотными и погрузились в лунные недра. Это основные минералы, такие как оливины и пероксены. То есть минералы, с которыми связано много магния и железа. А потом кристаллизовались минералы с более низкой плотностью. Это силикатные минералы, типа плагиоклаза, которые богат кальцием и алюминием. И имеют более низкую плотность в расплавах. И они всплывали к поверхности океана, образуя белую корку. И эта модель объясняет, почему лунный месяц на нашем небе выглядит белым. И почему многие аполлоновские каменные образцы очень светлые. Например, вот камень бытия Аполлона 15, сфотографированный здесь. Белый окрас связан с преобладанием лейкократового плагиоклаза. Потому что эти породы были сформированы на этой ранней стадии формирования лунной коры. Впоследствии образованная кора Луны подверглась интенсивной ударной обработке. Так как в ранней солнечной системе у нас было очень много мигрирующего вокруг материала, оставшегося с ранней фазы сотворения солнечной системы. И этот материал мигрировал из внешней солнечной системы во внутреннюю часть. И когда он близко пролетал мимо более крупного тела, его затягивала гравитация, и происходили столкновения. И мы переходим к фазе, когда на Луне образовывалось много огромных ударных бассейнов. Столкновения продолжаются по сей день. Но хорошая новость заключается в том, что все действительно большие драматические ударные события произошли на ранней стадии истории Луны. Это примерно от 4,5 миллиарда лет до примерно 3,9 миллиарда лет. Но мы все еще можем видеть следы и шрамы этих столкновений в наши дни. Вот ролик, на котором идет облет ударного кратера Тихо. Его можно обнаружить невооруженным глазом, когда вы смотрите на Луну. Он находится в южной части видимой стороны. И он выглядит эффектно, если вы смотрите на него в бинокль или телескоп. Мы думаем, что Тихо было сформирован буквально вчера с точки зрения лунной истории, всего около 100 миллионов лет назад. Как вы видите, он прекрасно сохранился. Хотя он и образовался 100 миллионов лет назад. По крайней мере, мы прекрасно различаем импактные комплексы пород. Такие как центральная горка, которую мы сейчас облетаем. А вот днище кратера и вал кратера. Они прекрасно сохранились. Как будто образование кратера произошло в сию минуту. Мы видим унаследованные шрамы ударных кратеров, сохранившихся в виде высокотемпературных фазах горных пород. В результате этого мгновенного импактного процесса горные породы мишени плавятся. И породы подвергаются шоковым высоким давлением во время момента столкновения. Таким образом, эти ударные породы-эмпактиты дают нам представление о времени и величине столкновений в течение геологической истории Луны. И мы можем использовать эту летопись, чтобы понять Землю. Так было много таких крупных древних столкновений, которые осыпали систему Земля-Луна, а также другие планеты земной группы. На Земле шрамы этих столкновений в основном стерты. Но всматриваясь в кратерную летопись Луны, можно изучить эту действительно интересную и важную эпоху ударных бомбардировок. И смотря на ударную летопись Луны, нас интересует возраст формирования крупных ударных бассейнов. И есть много вопросов относительно продолжительности формирования бассейнов, например, был ли пик в виде почти одновременного множества гигантских столкновений. Это основа гипотезы поздней тяжелой бомбардировки. Или все-таки продолжительность формирования бассейнов превышала период в 600 миллионов лет. Все, что происходило на Луне, должно было происходить и на Земле. Вот почему так важно исследовать ударную историю Луны, чтобы задаваться вопросами, так как. Как столкновения воздействовали на раннюю земную кору, могли ли удары способствовать возникновению жизни, например, за счет создания благоприятных теплых условий. И доставки летучих веществ, включая воду, которые необходимы для жизни. Или наоборот удары мешали развитию ранней жизни. Поэтому, так необходима сравнительная планетология для решения вопросов о возникновении жизни. Через эту ударную летопись, мы понимаем, что столкновения с Землей были в течение всей ее истории. Например, Чексулупское столкновение, которое ответственно за уничтожение динозавров. Но также по лунной ударной летописи можно выявить и другие потенциально крупные метеорные потоки, которые можно было бы связать с событиями массового вымирания здесь на Земле. Я упомянула летучие вещества и их доставку через различные типы столкновений. Большинство этих летучих веществ было сильно перегрето и могло быть потеряно во время столкновений. Из-за сверхвысоких температур при ударах. Но немного летучих все же сохранилось на Луне. Как я упомянула в начале выступления, мы полагаем, что на полюсах Луны есть холодные ловушки для летучих, где могли бы быть отложения льда или водорода. И по этому поводу есть следующие вопросы. Были ли захваченные летучие доставлены в результате столкновения с астероидами, обогащенными водой, или кометным веществом. А поскольку они сохранились в полярных регионах, нам действительно необходимо посетить их и измерить химический состав этих льдов, чтобы окончательно ответить, откуда же они взялись. Поговорим о лунных базальтах. Большинство морских базальтов относятся к периоду активного базальтового вулканизма на Луне. Мы изучили их как через орбитальную мультиспектральную съемку, так и через анализ собранных образцов. Мы можем их датировать и понять, когда извергались вулканы, которые сформировали эти породы. И мы полагаем, что вулканизм на Луне был похож на тот, что мы наблюдаем в Исландии или на Гавайях. А в моменты максимума, возможно была даже стромболианская активность, сходная с земной. Базальтовый вулканизм вызван парциальным плавлением вещества лунной мантии, конвективно поднимающегося, с захватом проходящих газов. Расплавленная магма поднимается к поверхности, и извергается либо в виде перокластических извержений, сбрасывающих перокластический материал, либо в виде излияния серии потоков лавы. И я упомяну примеры. Мы видели лавовые каналы с орбиты, и мы можем нанести на карту потоки лавы. У нас есть свидетельства их перокластической деятельности, это стеклянные бусы из образцов лунного грунта. Вот оранжевый грунт Аполлона 17. И все эти маленькие стеклянные шарики, которые вы можете увидеть, образованы при извержении вулканов на Луне недалеко от места посадки Аполлона 17. Наши коллеги провели анализ, чтобы попытаться понять возраст этих вулканических событий. И мы снова можем использовать нашу кратерную летопись. Мы подсчитываем количество кратеров на всех выделенных геологических подразделениях, чтобы попытаться разработать модель последовательности их излияния на поверхность Луны. Вот в этой цветной шкале красные цвета обозначают более молодые лавы. Серененевые цвета – самые древние лавы. И вы можете видеть, что здесь есть такие области, как море спокойствия. И мы полагаем, здесь представлена одна из самых древних фаз лунной вулканической активности. Последние излияния были в океане бурь возле плато Аристарх. Предполагается, что эти лавы извергались, возможно, всего миллиард лет назад. Что совсем недавно с точки зрения истории Луны. И у нас сразу возникает много вопросов. Так почему же Луна так долго оставалась горячей? Как ее тепловая машина поддерживала так долго вулканизм? И почему различные ее части были вулканически активны в разное время? Наконец, рассмотрим своего рода последний кусочек лунной геологической истории. Это образование лунного реголита, который покрывает всю поверхность. И это относится к процессу преобразования поверхности в результате ударных воздействий. При ударах, вещество мишени перераспределяется по поверхности в виде покровов-выбросов. Это происходит на макроуровне. Образуется покровом мощностью от метров, до десятков метров и километров. Но также может это происходит и в микромасштабе. И у нас есть частицы метеоритной пыли, доставляемые сбешенной скоростью на поверхность Луны. Частицы взаимодействуют и перемешиваются с самым верхним слоем. Лунная поверхность действительно особенная, потому что она, таким образом, взаимодействует с космической средой во времени. Также она сохраняет летопись активности Солнца через компоненты солнечного ветра, которые застревают в поверхности обнаженных минералов грунта. Происходит также взаимодействие с космическими лучами высокой энергии от галактических событий. Таким образом, эта уникальная динамичная среда соединяет Луну и космос. И мы можем использовать это, чтобы изучить летопись космического взаимодействия запечатленного в частицах лунного грунта. Большая часть моих исследований посвящена лунному реголиту. Я вместе с коллегами из других университетов исследую различные параметры лунного реголита, чтобы понять его взаимодействие с космосом. Итак, что касается дальнейших шагов по исследованию Луны. Итак, мы достаточно хорошо исследовали Луну. У нас есть все эти модели, чтобы понять, как это тело образовалось, как образовалась кора, как ее поверхность подверглась ударной обработке, и какая была вулканическая активность. Но нам предстоит еще очень многое сделать. Сейчас я собираюсь провести опрос. Фло сейчас активирует опрос номер три. Как вы думаете, какой вопрос наиболее актуальный для дальнейшего изучения Луны? Вот вам несколько вариантов. Как образовалась Луна? Как образовалась кора? Какова была вулканическая и математическая история Луны? Каково происхождение льда на полюсах Луны? Есть ли на Луне полезные ископаемые? Можем ли мы полететь и извлечь какие-то ресурсы, которые будут полезными здесь, на Земле? Итак, что из этих вариантов вы считаете наиболее важным? ОК, сейчас ответило около ста человек. Пока довольно много разных ответов. Хорошо, что у нас в итоге. Итак, самый популярный ответ, каково происхождение льда на полюсах Луны? Ага, вопрос об образовании коры не такой популярный у геологов. Хотя этот вопрос мой фаворит. Итак, победил вопрос, каково же происхождение льда на полюсах Луны? Да, это отличный вопрос для изучения. Мы вернемся к нему через минуту. Фу, не могли бы вы включить следующий опрос? Вот очевидный вопрос, на который вы все должны ответить. Когда мы вернемся на Луну, куда мы должны отправиться в первую очередь? Теперь, после получения ответа на последний вопрос. Я полагаю, что самым популярным будет ответ под номером два на этом листе. Но я дам еще несколько других идей. Мы должны посетить самый молодой вулканический район, чтобы узнать, как долго Луна была вулканически активной. Может нам стоит попытаться отправиться к вулканическим комплексам, на которых мы еще не были, чтобы понять, почему на Луне вулканические извержения шли по-разному. Вариант, мы вообще не должны отправлять туда людей обратно на Луну. Можно выбрать и этот вариант, если вы думаете, что оно того не стоит. Нам стоит посетить обратную сторону, чтобы исследовать, почему же обратная сторона так отличается от видимой. Или, конечно, добраться до того самого огромного ударного бассейна. Пока это весь перечень для ответа. И я ожидаю, что номер два будет самым популярным. Итак, запустили. Проголосовало 106. Думаю, этого достаточно для ответа. Итак, что я вижу. Да, победили полюса Луны, это самое предпочтительное место для миссий. И есть хорошие новости. Потому что, вероятно, это то самое место, куда мы полетим дальше. Итак, вы исполнили свое предназначение в плане предсказаний, куда мы собираемся вернуться в следующий раз на Луне. Итак, отправляемся к полюсам Луны. Но существует еще множество нерешенных вопросов, которые мы задаем независимо от того, куда мы направимся на Луне. Итак, если мы вернемся на Луну с помощью автоматов, либо пилотируемой миссии, вот некоторые вопросы, которые мы можем задать. Эти научные вопросы для понимания самой Луне и ее роли в Солнечной системе. Как Луна сохраняет данные о Солнечной системе? Или как мы можем использовать для этого Луну? Мы можем поучиться, как добывать знания на Луне, чтобы подготовить миссии к другим планетам, таким как Марс, спутникам Марса или астероиды в будущем. До Луны всего три дня, и мы действительно можем использовать ее как испытательную площадку для того, чтобы понять, как долго мы проживем в инопланетной среде. Мы можем изучить, какие на месте там есть ресурсы, которые мы действительно сможем использовать для будущих исследований. Например, сможем ли мы добывать водяной лед в одной из полярных областей, чтобы превращать его в кислород, который мы можно будет использовать для снабжения исследовательской базы с людьми. Или сможем ли мы превратить этот кислород в ракетное топливо? И могли бы мы его использовать его как простой способ для запуска космических кораблей в другие места Солнечной системы с Луной? Мы также можем использовать Луну, как полигон для изучения здоровья человека. Изучить, как люди ведут себя и взаимодействуют в очень удаленной среде, живя и работая на другой планете. Так что я бы сказала, что Луна – это важное место, куда стоит отправляться и исследовать, чтобы подготовиться к путешествиям к другим планетам в нашей Солнечной системе. Но ни в коем случае, мы не должны думать о ней, только как о пересадочной станции, для отправки в другие места. Нам предстоит сделать еще много научных открытий на Луне. И сейчас наступает действительно очень интересное время. В ближайшие годы мы пошлем на Луну очень много космических кораблей. Туда посылают свои миссии страны, которые до сих пор там еще не были. Такие как Эмираты. Вместе с Японией они в следующем году отправят автоматическую станцию. Активно развивается китайская программа исследования космоса. И Китай недавно объявила миссии по возвращению образцов с обратной стороны Луны в следующий год. Они полетят к бассейну Южный полюс Эйткин. Очень захватывающая миссия. Мне просто не терпится получить оттуда камни, чтобы проверить всевозможные вопросы об обратной стороне Луны. Но у нас есть и собственная инициатива. Так, в Великобритании мы работаем с российскими партнерами через Европейское космическое агентство. А также США относительно коммерческой посадки. И мы собираемся отправиться и провести эксперимент в полярной области, под названием «Перспектива». Эксперимент будет проводиться под руководством открытого университета. Я и мои коллеги работаем над этой миссией. Мы хотим исследовать изотопную химию реголитополюсов. Мы надеемся выяснить, есть ли там лед, откуда он взялся, от астероида или кометы. Или его происхождение связано все-таки с солнечным ветром. И определить, сколько там льда. Может ли этот лед быть ресурсом, который люди могли бы использовать в будущем. Это автоматическая миссия. И в следующую декаду будет происходить очень много всего. Еще есть план, который называется программой Артемида. Это новая программа НАСА по пилотируемым исследованиям. Первоначально, когда об этом было объявлено несколько лет назад, идея заключалась в том, что люди посетят Луну в 2024 году. Я думаю, учитывая политические изменения в США и более долгосрочное планирование, вероятно, эти миссии будут отодвинуты во времени. Но в программе будут участвовать SpaceX и другие коммерческие компании. Компания SpaceX получила заказ на разработку посадочного космического корабля, который доставит людей на Луну. Европейское космическое агентство С работает с НАСА над созданием сервисного модуля для транспорта Земля-Луна. Так что есть надежда, что когда люди вернутся на Луну, это будет действительная возможность для международного сотрудничества. И у нас будет возможность помочь спланировать и подготовить научное обоснование для этих миссий. И я надеюсь, что в конце концов, мы сможем проанализировать некоторые из собранных образцов этих миссий. Что ж, на этом закончим. Я буду очень рада ответить на несколько вопросов. Я надеюсь, вы уйдете с нашей лекции с мыслью, что Луна – действительно увлекательное и интересное место, которое мы можем изучать наряду с Марсом, Венерой и всеми другими телами нашей солнечной системы. Так что я оставляю ее там. Спасибо, что пригласили меня. Спасибо. Кэти такой увлекательный разговор о нашей соседке, на которую мы смотрим каждую ночь, но, вероятно, многие из нас не так много о ней знают. Поступило довольно много вопросов по многим интересным темам. Итак, вот первый вопрос. Когда в последний раз была опробована Луна? Последняя проба грунта с Луны была привезена китайской Чанэ-5 в 2020 году. И я очень жду эти данные. В конце 2020 года Чанэ-5 вернула на Землю эти 1,7 килограмма грунта. И это произошло впервые, начиная с 1972 года, когда у нас появились новые образцы с известного места на Луне. Правда, может быть уже найден какой-нибудь лунный метеорит в промежуток с января по сегодняшний день. Но мы до сих пор еще не видели ни одного падения лунного метеорита в виде болида. И было бы здорово поехать и найти его кусочки. Так что присмотретесь вокруг, нет ли где-нибудь нового лунного метеорита. Но я бы сказала, что Чанэ-5 – наиболее вероятно последний образец. Вот еще вопрос, где лучшее место для поиска лунных метеоритов на Земле? Лунные метеориты собирают так же, как и любые другие метеориты. У нас есть сеть камер следящих за небом. Такая сеть есть и в Великобритании, называемая UK Fireball Alliance. Она работает все время и следит за болидами. И в этом году она помогла обнаружить метеорит Венчкомы. Это произошло в Гластершире 28 февраля 2021 года. Таким образом, у нас есть возможность наблюдать за болидами с помощью сетей видеокамер. Другой способ – найти лунные метеориты. Нужно отправиться либо в жаркую, либо в холодную пустыню, чтобы найти их. И причина, по которой мы посещаем эти места, где много песка или много льда, как в случае Антарктиды, заключается в том, что там очень легко обнаружить черный кусок породы. А они чернеют, когда пролетают сквозь земную атмосферу, покрываясь коркой. И они очень хорошо заметны на желтоватом песке, либо на белом льду. На сегодняшний день в основном лунные метеориты поступили из Омана из северо-западной Африки. Из таких мест, как Ливия и Марокко. У нас есть пара из Бацваны, пара из Австралии. А еще из Антарктиды – другое главное хранилище метеоритов. И прежде чем кто-нибудь спросит. Признаюсь, я участвовала в их поиске в Чили и в Антарктиде. Но я так и не нашла ни одного лунного, хотя находила астероидные. Но, к сожалению, ни одного лунного. Возможно, это однажды случится. Очень жаль, надеюсь у тебя все получится. Хорошо. Итак, вопрос с ютуба. Колебания Луны – это новое явление и увеличивается ли оно? Да, в новостях много говорят о колебании орбиты Луны. Да, орбита Луны менялась с течением времени с момента ее образования. Изначально Луна была намного ближе к Земле. А затем она медленно удалялась. Каждый год она удаляется примерно на 3,8 сантиметра. Но Луна находится не только на стабильной орбите вокруг Земли. Но она также покачивается вверх и вниз в обоих вертикальных направлениях. И это легкое изменение связано с эллиптической орбитой вокруг Земли. Она также немного покачивается взад и вперед, что называется лунными либрациями. Вот почему на самом деле мы можем видеть около 60 процентов поверхности Луны. Потому что на самом деле она покачивается по своей орбите вверх и вниз. Так что неправда, что мы все время видим только одну и ту же сторону. Он немного качается. Это действительно хороший вопрос о колебании. Потому что в последнее время это обсуждается в новостях. Как изменение орбиты Луны потенциально влияет на приливы и отливы здесь, на Земле. Как море поднимается и опускается. И мы приближаемся к периоду, когда взаимодействие между Землей и Луной усилит приливы на Земле. Но это происходило все время в течение всей истории. Но большую озабоченность вызывает изменение климата, усиление таяния и повышение уровня моря, что потенциально может вызвать дополнительные наводнения в низменных районах. И только за последнюю пару недель появилось несколько новых публикаций, я думаю, в Nature, в которых изучались потенциальные последствия этого в течение следующих 20-50 лет, если продолжится повышение уровня моря. Вау, это было потрясающе. Я даже об этом не задумывалась. Хорошо. Итак, у нас есть еще несколько вопросов. Немного о лунных метеоритах. Так как же распознать, что лунный метеорит, найденный на Земле, прилетел с обратной стороны. Хорошо, тут сразу два вопроса. Как мы узнаем, что это лунный метеорит? Это, я думаю, первый вопрос. Ну, во-первых, они очень похожи на образцы Аполлона. Итак, мы изначально не знали, что мы нашли первый лунный метеорит. Он был положен на полку и не распознан, как лунный камень. И только позже кто-то вернулся, посмотрел на это и сказал, что это действительно похоже на лунные образцы. Как только он был распознан, мы стали находить лунные метеориты на Земле. Основное сходство состоит в том, что они химически изотопно похожи на образцы Аполлона. Вот как мы узнаем, что метеорит прилетел с Луны? Вторая часть вопроса. Как мы узнаем, что некоторые прилетели с обратной стороны? Что ж, мы можем измерить химический состав наших метеоритов в лаборатории. И мы можем сказать, что у этой породы какой-то химический состав. А еще у нас есть геохимическая карта, которая сделана по орбитальным мультиспектральным данным. Итак, мы знаем геохимическое разнообразие лунной поверхности. И мы можем провести некоторые сравнения, чтобы проверить сходства и различия. И это было проделано. Я бы сказала, что мы довольно хорошо умеем распознавать, что что-то прилетело из определенного региона. Был один или два метеорита, которые люди даже связали с определенным кратером. Но я немного скептически отношусь к этому. Но я действительно думаю, что мы можем определенно сказать, что метеорит с видимой или обратной стороны Луны. Потому что между ними есть геохимическая разница. Да окей, это действительно интересно узнать. Вы довольно много говорили о базальтах. Чем отличаются лунные базальты от земных? Они очень похожи. Потому что они состоят из тех же минералов. Они образованы одинаковыми процессами за счет парциального плавления мантийного источника. У них схожая структура кристаллизации при охлаждении расплава. Но есть сильное отличие в том, что внутри Луны очень и очень мало воды. И поэтому в большинстве лунных базальтов отсутствуют водные минералы. А также они формируются в среде с очень низким содержанием кислорода по сравнению с базальтами на земле. И поэтому часто в лунных базальтах можно обнаружить зерночистого металла. То есть в самом базальте есть металлическое железо. Это сильно отличает его от базальтов земли. Потому что у нас на земле намного больше кислорода, и металл не может образовываться в такой окислительной среде. Но в целом, они выглядят почти одинаково. Просто немного разная окислительно-восстановительная среда. А в остальном, это все те же старые базальты. А в остальном, это все те же, кто-то хочет узнать, было ли на Луне когда-нибудь полярное сияние? То это интересный вопрос. Итак, полярные сияния возникают на планетных телах, имеющих магнитное поле. Потому что они генерируются, когда магнитное поле планеты взаимодействует с солнечным ветром, исходящим от Солнца, как заряженные частицы. Это действительно хороший вопрос о Луне. И одна из самых больших загадок. Было ли у Луны в прошлом магнитное поле? Было ли это дипельное магнитное поле таким же, как и у Земли? Здесь подчеркивается, что у нас есть северные и южные полюса, соединяемые линиями магнитного поля. Если бы оно было, то возможно было бы полярное сияние. Я никогда не думала об этом раньше. Но как долго продержалась магнитосфера Луны? И насколько она была глобальной? Или очень региональной? Это все то, чего мы не знаем до сих пор. И сейчас есть действительно интересные исследования. Где ученые возвращаются к образцам Аполлона. И проводят измерение степени намагниченности этих горных пород для точного ответа на эти вопросы. Так что, если бы у Луны было магнитное поле, оно могло бы запечатляться на самих образцах. А теперь еще раз вернемся к вопросу. Могло ли когда-то в прошлом быть полярное сияние на Луне? Я предполагаю, что это также зависит от того, была ли тогда атмосфера или нет, и как долго она сохранялась. Это действительно хороший вопрос. Не думаю, что меня об этом раньше спрашивали. Окей, предложу тему, которая ближе твоему сердцу. Какова мощность реголита на Луне? На какой глубине можно будет найти коренную породу? Да, это зависит от того, где вы находитесь. Геофизические эксперименты Аполлона и последующие орбитальные эксперименты, своего рода георадарные измерения, предполагают, что реголит морских базальтовых областей имеет мощность около 8 метров или от 5 до 8 метров в зависимости от возраста комплекса. Таким образом, чем старше подразделение, тем мощнее реголит, примерно 5-8 метров для морской обстановки. А на обратной стороне Луны мощность реголита оценивается от 10 до 20 метров. Но под ним есть нечто называемое мегареголитом. Мне нравится это слово, оно звучит так, как будто рок-группу называют мегагруппой, и мощность мегареголита оценивается в десятки километров. И он состоит из обломков раздробленной коренной породы, которая снова и снова смешивалась с другими обломками крупных ударных событий. Так что, если вы захотите поработать с коренными породами, вам понадобится глубокое бурение. Особенно, если вы собираетесь бурить в морском регионе. Если вы хотите добраться до коренных пород на материке, то лучше вместо глубокого бурения, попасть на центральную горку крупного ударного кратера. Поскольку эти ударные кратеры делают за нас всю тяжелую работу, они поднимают породы с глубины на поверхность. И если вы вспомните фильм о Тихо, который я показала, то там мы могли бы посетить на центральную горку Тихо, и найти там фрагменты кореняка. То есть найти фрагменты коры с очень большой глубины. Окей, вот еще вопрос по теме, спрашивает Саймон Мерфи. И вот это, что мы видим, что мы видим, что сейсмометра, 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 и есть ли у нас другие геофизические данные о лунной поверхности кроме сейсмических. Да, у нас есть два измерения теплового потока, выполненные миссиями Аполлон 15 и 17. И должно было быть третье на Аполлоне 16. Но, к сожалению, астронавт Джон Янг случайно споткнулся о соединяющий с прибором кабель. И эксперимент не удался, что было досадно. И что нам действительно нужно, так это глобальная сейсмическая сеть, в которой есть сейсмометры. И чтобы они были размещены не только на видимой стороне Луны, но и на обратной стороне и на полюсах. И это было бы хорошей конфигурацией. И это действительно помогло бы нам понять, насколько велико лунное ядро и застыло ли оно полностью, и какова мощность мантии, и насколько мантия неоднородна или однородна с глубиной. Поэтому я бы сказала, что одна из самых актуальных вещей, которую мы должны делать, это глобальная лунная сейсмическая сеть. И есть большие надежды, что мы сделаем относительно скоро ее в будущем. Уже есть планы отправить сейсмометрический пакет на Луну, и возможно в следующий раз вместе с китайской миссией. Вау. Вы упомянули образцы последней Аполлоновской миссии, которая относится к оползню, произошедшем на поверхности Луны. Спрашивают. Что спровоцировало оползень? Или дайте ссылку у кого это спросить. Есть ли на Луне тектоническая активность? Это хороший вопрос. Итак, оползень Аполлона 17. Окей, по теории, это могло быть вызвано лунотрясением. Мы знаем о лунотрясениях через наши пассивные сейсмометры на Луне, которые фиксировали толчки до 5 баллов по шкале Рехтера, что довольно много. То есть сейчас у нас довольно активная сейсмика. Соответственно происходило много сейсмических событий в прошлом. Так что любое лунотрясение лунных недр могло спровоцировать оползень. У нас есть тектонизм на поверхности Луны. Я не обсуждала это, но есть грабины, которые образовывались, когда кора Луны остывала и сжималась. И опять, сжатие может быть причиной таких лунотрясений. Есть еще одна гипотеза связанная с этим конкретным оползнем. Предполагается, что его вызвал выброс в виде кратерного луча. Материал, выброшенный столкновением при образовании кратера тихо, пересек обширную область Луны и через сотни километров врезался в южный массив, вызвал выброс в виде кратерного луча. И еще одна гипотеза использовав при этом оползень. Может быть, в будущем проверят эту гипотезу. А конечно, было бы здорово узнать, что могло спровоцировать множество подобных событий. Еще пара вопросов о лавовых трубках. Спрашивают, может ли внутри лавовых труб быть водяной лед. А потом кто-то еще спрашивает. Разве можно использовать лавовые трубы в качестве лунных баз? Ведь у них нестабильная форма для построения базы. Это действительно хорошие вопросы. Предположения о лунной базе заключаются в том, что лунные лавовые трубы считаются потенциальными местами обитания для персонала лунных баз. Потому что они обеспечивают лучшую защиту от опасных высокоэнергетических космических лучей и излучений ярких солнечных вспышек, воздействию которых постоянно подвергается поверхность Луны. И вы можете защитить от этого излучения персонал базы, если над головой будет толстый каменный слой. Таким образом, вы можете построить базу на поверхности, а затем накрыть ее камнями, чтобы обеспечить себе защиту от радиации. Но можно просто спуститься в лавовую трубу. И тогда у вас есть естественное укрытие, где вы могли бы надуть емкости или построить среду обитания внутри, которая могла бы защитить вас от воздействия радиации. Что касается стабильности, я не думаю, что мы можем сейчас ответить на этот вопрос. Нам придется провести очень много исследований внутренней части лавовых труб, чтобы понять, насколько мощная крыша. На крыше лавовой трубы могут оказаться слишком тонкие слои лавы, которые могут легко опрокинуться. Надо будет понять, насколько стабильна сейсмическая среда в конкретном месте, провести некоторый мониторинг сейсмичности района. По поводу водяного льда. Да, в эти лавовые трубки не попадает солнечный свет. Но солнечный свет рассеивается, когда попадает в лавовую трубу через световой люк или отверстие. И можно заглянуть вниз. И поэтому мы сейчас проводим такие исследования, чтобы понять всевозможные тепловые эффекты. И мы моделируем гипотетическую обстановку внутри лунной лавовой трубы, какие температуры там можно ожидать, какие летучие вещества там могли бы сохраниться. Так что есть потенциальная возможность для льда. Но мы все еще ищем ответы, например. Сколько льда сохранилось бы при определенном температурном режиме. Окей. Так что в будущем мы могли бы жить в лавовых трубах. Не забывайте про довольно серьезный спуск вниз по системе лавовых труб, который может быть очень занимательным. Понадобятся лестницы, я думаю. Хотя большинство геологов были бы счастливы жить в лавовой трубе. Вот последний вопрос, который немного не по теме. Но он интересен. Конечно есть люди которые считают, что мы никогда не садились на луну, как бы вы их стали переубеждать. Так наверное я бы представила свои доказательства. Я бы им представила все эти образцы лунных горных пород, которые находятся здесь в коллекциях на Земле. И представила нашу работу, которую мы проделали с этими лунными образцами, чтобы определить отличия по химии и структуре от пород, которые слагают Землю и другие тела. Вот эти образцы. И мы не можем поделать их в наших лабораториях. А это значит, они должны были откуда-то взяться. И это место, Луна. И у нас есть глубокие знания о том, как они различаются. И откуда они были собраны. Поэтому я полагаю, что лунные камни, действительно отличное доказательство того, что мы были на Луне и собрали образцы. У нас также есть изображение поверхности. У нас есть эти фотографии с высоким разрешением всех посадочных площадок, на которых видно, где мы были. Где все еще находится наше оборудование, которое мы оставили на лунной поверхности, приборы для экспериментов и оставшийся лунный посадочный модуль. И еще одну главную вещь подчеркнула бы. Но невозможно, чтобы все эти люди смогли хранить секреты так долго. Я имею в виду, что на каком-то этапе из 12 человек, кто-нибудь допроговорился бы. Очень сложно хранить этот секрет всей командой и огромной группой поддержки миссии. Для меня в этом просто нет смысла. Поэтому я уверена, что люди ходили по Луне. И это мои причины верить в это. Доверяйте камням, верьте образцам. Да. Спасибо большое, Кэти. Это было действительно увлекательно. Благодарю всех, кто пришел это послушать. Это всего лишь часть нашей серии 2021, год космоса. Наша следующая лекция состоится 9 сентября. Мы посмотрим на геологию Титана. И у нас будет лекция по геологии того самого Плутона, который был понижен до карликовой планеты. Лекция про Плутон будет в ноябре. Напоминаю. У нас много будет других мероприятий в этом году. В ноябре будут конференции по Марсу, по Луне и по ранней Земле. И конечно же, мы проводим нашу летнюю выставку во внутреннем дворе Биорлинтон Хаус в Лондоне. Она бесплатная и открыта для публики в течение следующих восьми недель. Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с этим. И да просто огромное спасибо за то, что вы пришли и сделали нам фантастический доклад и дали понимание самой близкой нашей соседке. И спасибо всем, что пришли. И я надеюсь, что у вас будет прекрасный вечер. Спасибо большое.